Мы с Сонечкой собрались на улицу идти, да? Сонь, пойдём. Пошли. Всем доброе утро. Мы с Сонечкой на улицу. Смотрите, у нас машина так вся замёрзшая стоит, но сейчас у нас уже полодиннадцатого утра, уже немножко мороз спал, машина оттаивает. Сейчас я поеду в магазин. В общем, Соня, смотрите, у нас трава вся замёрзшая ещё. Сонь, ты идёшь на травку? Не, мы уже, конечно, с Соней с самого утра гуляли. Я сегодня выспалась после пятичасовой недели. Вернее, то, что я вставала постоянно в пять часов утра. В общем, я сегодня встала восемь часов. Выспалась. Смотрите, как у нас красиво. Изморозь на траве. Сонь, ты в туалет идёшь, или ты тут что будешь делать? Я уже подмела террасу. Сонь? Ну, Сонь? Сейчас солнышко светит. Так хорошо на улице. Мороз и солнце день чудесный. Ну, Сонь, ты всё? Соня, когда на улице холодно, она сильно долго тут не гуляет. Ей тоже не очень нравится. Идём домой. Сонечка сходила в туалет. В общем, я с утра начала уборку на кухне. Уже помыла окна здесь снаружи. Снутри тоже помыла. Смотрите, я свою капусту вынесла на улицу. Ну, не знаю. Короче говоря, у неё эта банка в холодильник не помещается. В общем, стой я тут ещё не вытерла, потому что тут листья лежали. И это всё замёрзло. В общем, я подмела только вот эту террасу свою. Траву пусть другие подмела. У меня сегодня не запланировано ещё здесь на улице убираться. Я сегодня в доме убираюсь. В общем, окно здесь уже тоже помыла. Сейчас ещё раковину помою. Видите, вот этой пастой всё чищу. Раковину тоже почищу. Так, кофе немножко не топило. Сейчас сделаю себе свежий. И хочу сюда сейчас на окно повесить мои шары розовые. Сейчас как сделаю, уберу здесь всё. Покажу вам. В общем, смотрите, как я сделала. Так, видно. Я не знаю, на окно тут снимаю, поэтому, в общем, не знаю, как будет видно, хорошо или плохо. В общем, я вот так вот три шара повесила себе. Вот этих розовеньких, которые я вам показывала. В общем, алое я отсюда убрала. Оставила одну орхидею. Я здесь её увидела совсем случайно, что у неё цветонос появился. Скоро будем смотреть, как она у нас расцветёт. Вот. Ну вот, всё как-то так. Кофе я пью. Ну и как вам? Да. Я потом, наверное, ещё с улицы сниму. В общем, мне осталось только пропылесосить. И я собираюсь в магазин. Мне нужно в магазин кое-что купить. Машина моя оттаяла. И я поехала в магазин. Я уже подмела во дворе. Теперь соседка метёт. Сегодня я одела курточку потеплей. Что на улице у нас сегодня прохладненько. Так. И куда я ключи положила? Нашла ключи. На сиденье побросила. И потом ищу. Так. Кошелёк взяла. Сумку взяла. Всё. Поехала в магазин. Всё, друзья. Я закупилась. Сейчас пойду на кухню делать грибочки. Буду делать... Обед ещё готовить надо. Сегодня сделаю фаршированную паприку. Сейчас купила паприку в магазине. И по-быстрому сделаю фаршированную паприку. Соня стучится мне по-моему. Возмущается, что я без сабы не пустила. В общем, я волосы убрала. Я дома не могу ходить с распущенным волосом. Всё. Сейчас вам по-быстренькому покажу. Ну, не буду конкретно всё так раскладывать по местам. И показывать, что купила. Я думаю, тоже надоело смотреть всем. Просто так. На 42 варе, я кажется, закупилась. Сегодня я много не покупала. Ну, на неделю же я закупалась. Мне как-то много ничего не нужно было. Мне нужно было молоко. Я купила молоко. У нас молоко кончается. Там осталось, наверное, 3-4 упаковки. Ну, ладно. Всё. Идём на кухню. Всё. В общем, купила. Перенеслись мы с вами на кухню. Купила грибочки, которые мы будем сейчас с вами мариновать. Молоко. Я купила упаковку. Только две штуки занесла домой. Ну, сын проснётся, потом занесёт остальное. Кофе такое купила, как всегда. А, купила вот такое, крем-брюле. Кто такое любит? Я люблю. Нет, сабриба сейчас увидит, она не дома. Скажет, как меня дома нет, так ты всегда что-нибудь вкусненькое покупаешь. Я купила таких 3 упаковки. Я его прям очень люблю. Кто ещё не пробовал, попробуйте. Это очень вкусно. Как всегда, рис. Короче, мясо сегодня не достало с утра. А обед готовить надо, так что купила фарш. Сейчас буду ещё делать фаршированные перцы. Перцы купила вот такие. Потому что в прошлый раз делала вот с такими перцами. Сыну очень понравилось сметану. Купила 2 упаковки. Нам хватит. И купила, друзья, капусту. В общем, сейчас написала Карины. Спросила, Карин, тебе посолить капусту? У меня такая вкусная получилась. Я её на улицу донесла. Купила, в общем, 2 вилка капусты. Буду опять солить. В кастрюле, наверное, засолю. Ну, у меня бана больше нету. Так, здесь у меня всё. Что я купила? Ещё кофе. В общем, я купила ещё 2 вот такие пачки креветок. В общем, такой гарнелин ринг. Сабрина очень любит. Так что сабрины тоже останется что-нибудь вкусненькое и малокалорийное. Здесь же 1 белок. Пусть кушает. Но это я в морозилку положу. Они вообще, по-моему, по 5 евро, а сейчас они по акции 3, в общем, 3 с копейками. Не знаю точно сколько, но я взяла 2 упаковочки. Потому что Карина тоже любит. Может, к нам приедут. Так что будет, купила специально банку огурцов. Короче, чтобы огурцы съели, а банка у меня осталась. Вот мне капуста даже не куда. Так, что... Ну, больше особо ничего. Вот морковку, сметану, условную баночку. Купила каки. Купила апельсины и купила шоколадные мюсли. Что-то утром мне надоело хлеб кушать. Ну, а дети едят. И сын ест, и Сабрина ест. И хлеб с сыром мне что-то поднадоел. Хотя сыр тот, который я купила в прошлый раз, очень вкусный. Я его просто так ем. Без бутерброда. Всё. Больше ничего не купила. Заплатила 42 вольра. Соня, что мы хотим? На улице с тобой недавно были. Кушать я тебе дала. Не, она седает у меня, что-то выпрашивает. Я не знаю. Она всегда смотрит на меня такими глазами, как будто я ей что-то должна дать. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Она, походу, играть хочет. Но сейчас мне некуда играть. Сейчас я с девочками, с мальчиками поговорю, потом с тобой поиграю. Всё, сейчас я это всё уберу. И будем делать, мариновать грибочки. Всё. Приступаем делать грибочки. Мариновать. Сначала их нужно все помыть. В общем, у меня тут три упаковки. Это почти килограмм. Вернее, не почти килограмм, а килограмм. Что-то по 350 грамм. В каждой упаковочке. Я специально выбирала помельче. Крупные не брала. В общем, сейчас все перемою, поставлю варить. Кто как чистит грибы? Я мою. Ну, и вот тут обрезаю просто немножечко ножку. Ну, и вот это вот всё хорошо. Просто мою и всё. У нас просто на работе женщина была. Я вам сейчас покажу. Она грибы реально чистила. Она их не мыла. Она вот так срезала ножку. И вот так. Они, в принципе, чистятся хорошо. Женщина была с Югославии. Потом, когда война в Югославии закончилась, им нужно было возвращаться назад. Наверное, и не видно было, как я их почистила. И они в Югославию не хотели возвращаться. И они уехали в Америку. В общем, она вот так вот их чистила. Но я так не чищу. Это я вам просто показала. Я так не заморачиваюсь. Хотя, смотрите, они потом такие чистенькие, беленькие получаются. Но я это не буду делать. Я сейчас их просто помою. Ножку отрежу. Обрежу немножечко. И поставлю варить. Это я всё сделала. Потом, в общем, подключусь ещё раз. В общем, решила, пока мою и обрезаю, ответить на пару. Ну, не знаю, короче, на несколько комментариев. В общем, насчёт машины, чтобы не потело. Спасибо, кто мне ответил. Я попробую ваши советы. Не знаю, конечно, что получится с этого. Что будет функционировать, что не будет функционировать. В общем, не знаю. Ну, попробую. Смотрите, как он маленький, хорошенький. Под каким-то видео в комментариях мне женщина написала, почему вам так часто приходят посылки, или вам так нужно часто ездить на почту, забирать посылки. Или, в общем, короче, про посылки. Вы так работаете, или так плохо покупаете. Ну, в общем, я езжу на почту практически каждый день. Всё и не было. Вчера всё отправила, больше ничего не сделала. На выходных буду делать, чтобы отправлять. Ну, потом в понедельник всё отправлю. По работе я очень часто езжу, потому что мне нужно отправлять мои заказы. Но это то, что отправлять. Очень часто, кстати, вот сегодня уже две посылки пришла. Опять одна. Одна Сабрине, одна сына. Ну, сын сейчас, он же переезжает, я же вам сказала. Он с 1 января, у него квартира. Я не знаю, что он там заказал. В общем, ему посылка пришла и Сабрине. Ну, Сабрине я знаю. Сабрине опять пришла на обзор. Сабрине очень. В основном все посылки, которые у нас приходят домой, они приходят Сабрине. Потому что Сабрина, она работает с многими фирмами. Ей, в общем, чехлы на телефон приходят. Она там их презентирует. Очень много одежды ей приходит. В общем, от шеин. И еще какой-то каталог. В общем, короче, еще каких-то два каталога. В общем, сейчас вот тоже лежит посылка. Не знаю, что. Ну, я знаю, что это с каталогом. Сейчас я вам покажу. Так, ой, я все полотенца тут на кухне убирала. Все полотенца выкинула стирку и не достала себе полотенца. Сейчас достану себе чистенькое полотенце. У меня тут постоянно висит полотенце. Я только хотела так раз руки вытереть, а полотенца-то нету. Еще стирку надо забросить. Я еще не забросила стирку. Вот, смотрите, какой огромный пакет пришел. Здесь одежда какая-то. Я не знаю, что она опять выбрала. Но это все приходит ей бесплатно. Она за это ни за что не платит. Ей только нужно, ну, вовремя выставить это все на Инстаграм. И на Ютуб она еще потом видео делает. У нее там всякие коды, промокоды. В общем, кто что хочет, потом покупает у нее там. Она с этого опять имеет какие-то проценты. Где-то ей, где-то у нее там деньги собираются. Где-то она потом может себе заказать бесплатно опять то, что она хочет. В общем, короче, везде они по-разному. Под каждым видео у нее там в описании стоит всякие эти промокоды. Проценты, которые, ну, если кто-то закажет с ее промокодом, может сэкономить. Так что, это у нас в основном Сабрина работает. У нее просто на Инстаграм там больше 10 тысяч подписчиков. Ну, когда-то было, я не знаю, сейчас уже сколько. Ну, короче, больше 10 тысяч у нее подписчиков на Инстаграм. Больше 100 тысяч подписчиков у нее на ТикТок. На немецком канале у нее почти, ну, там, 4 с копейками у нее подписчиков. Тысяча. В общем, она вот так вот работает посылку. Так что эти все пакеты в основном присылают ей на обзор. И за это она ни за что не платит. В общем, когда ей прислали первые пары посылок, я думаю, ухо, хорошо. Вещи покупать не надо. А теперь у нас этих вещей, это просто ужас сколько. Последний раз ей Шейн прислал 24 вещи. Их нужно было еще выбрать. Она еще сидела, я не знаю, наверное, дня три выбирала. В общем, она недавно выставила на немецкий канал. Ну, ей же много там видео, которые она выставляла с вещами от Шейн и с других каталогов. Здесь она в четверг убирала свой шифонер, убирала вещи, там разбирала, потому что ей надо было видео выставить. Она там все перебирала, в общем. И говорит мне, мам, ты знаешь, мне нужен новый шифонер. Я говорю, слушай, милая, тебе тут дом еще один не построить. У нас нет места еще нет шифонер куда-то ставить. Избавляйся бы от своих вещей, которые не носишь. Отдавай кому-то, дари, говорю, продавай, что хочешь, делай, говорю. Просто у нас же дом-то не резиновый, куда-то уж это все нужно. Девать. Так, сейчас я уберу этот фото. В общем, все, грибочки я помыла. Так, кто меня... Теперь старшенькая мне опять пишет Карина. Не знаю, что мне распишу, потом смотрю. В общем, на килограмм грибов много воды не надо. Где-то литр воды хватит. Ой, литр, два, вот что-то, что-то варим. Не, даже полтора, наверное. В общем, я делаю все на глаз, у меня нет никаких рецептов. Ну, где-то полтора, чуть больше полтора литра воды. Сейчас я это поставлю варить. Поставлю это варить. Нужно добавить... Перчим горошком. В общем, черный перец. По вкусу. Я тоже никогда не считаю. Но когда побольше, оно тогда поострее, нам так больше нравится. Ну, вот смотрите, я вот так вот... Ай, упала. Сейчас буду доставать. Я, ну, вот, 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 вот так вот. Сюда же. Прям мне в чашку здесь упал. А я его... Шкафчик свой не закрыл. То есть у меня вот эти вот зажимчики кончились. Я прищепочкой сокрыла. Нам нужно будет еще потом уксус. Так, и лавровый лист. Все по вкусу. Лавровый листик... В общем, в маринованных грибочках лавровый листик пахнет обалденно. Ну, вот я, наверное, штук 5-6 лавровых листиков закинула. Так, ну, уксус нам нужен потом. Все, выучим сейчас... А, посолить. Солить тоже по вкусу. Я так солью, без всякой ложки. Будет не до соль, я потом еще раз подсолю. Все. Сейчас закипит. В общем, сильно много воды не надо. Где-то полтора литра. В общем, на килограмм где-то полтора литра воды. Сейчас я вам покажу, как у меня тут выглядит. Все, закипит. Ну, где-то я не знаю. Я грибочки не резала. Они у меня такие будут целенькие. Но они не сильно крупные. Если у вас сильно крупные, то порезать. Можно там на четыре части. В общем, кто как хочет. Я хочу целенькие в этот раз замариновать. В прошлый раз я мариновала. У меня были большие грибочки. Я их так порезала. Все. Ну, и сейчас потом, как закипят, еще где-то, наверное, ну, минут сорок поварятся. И я выключу. И потом мы с вами сделаем маринад. Ну, замаринуем эти грибы. И оставим их до следующего утра, до следующего дня. Короче, настаиваться. Все. Это быстро. Не знаю. Сейчас они за полчаса сварятся у меня. Минут сорок покипят. И все. Тем временем я сейчас буду делать обед. Паприку свою буду фаршировать. Потом вам покажу. Грибы мои закипели. Я поставила на 40 минут. Смотрите, я вот так паприку, вот так полностью срезаю. Серединку чищу от семян. Вот эти вот прожилочки тоже все убираю. Вот это не выбрасываю. Выбрасываю только вот эту вот плодоножку зеленую. А вот эту всю паприку потом порежу на зажарочку. Я не стала брать вот эту вот шпиц паприку. Мне она какой-то вкус, как будто бы она немножечко горчит. В общем, красная была вообще катастрофически. Вот такая вот. Я не знаю, там можно колбасу ее фаршировать. А зеленую я что-то не захотела. Ну, вот эту желтую. Желто-зеленую я не захотела что-то брать. Последний раз сделала вот из такой паприки. И всем очень понравилось. Ну все, сейчас я ее подмою. Сделаю зажарку фарша, все и поставлю это все тушиться, вариться. Лук буду чистить без вас, потому что буду плакать опять буду. Но это для фарша. Ой. В общем, смотрите, грибочки мои кипят. Ай, горячее. Уже запах стоит невероятный. Получше на зажарку для лук. Просто порежу. Лук, паприку и морковку. Морковку еще мне надо почистить. Кстати, мой любимый ножик. Он уже у меня весь такой пожарпанный. Но мне он нравится. Все, плачу. О, блин, злющий в этом году. Хотя он, наверное, всегда злой. Сейчас немножечко сюда, в казанчик, масло растительного. Ну, это для паприки. Сейчас паприку порежу. Вот эти вот обрезки. И морковку. Морковку у меня тут еще в холодильнике есть. Помельче выберу покрупнее капусту. И хочу еще корейскую морковку сделать. В общем, мне нравится. Такой штучка чищу от тупо вары. Очень хорошая. Мне, в общем, нравится. Ладно, все, буду чистить, резать. В общем, у меня все жарится, парится. Я уже на блендере пропюрировала лук. Помыла свой этот блендер. Я всегда... Ну, в общем, я люблю чистую посуду мокрую. Выкладывать на чистое полотенчико, на сухое. Чтоб оно быстрее просыхало. Что еще подделать? Потом быстренько, потом... Оно немножечко стекет. Потом быстро просто протру еще насухо. И уберу. Так. Теперь-то мне немножко тоже не надо. Потом помою. Сейчас добавлю рис в мясо. И все перемешаю. И буду делать перцы. Все, тушится моя зажарочка. На фаршированную паприку. Здесь у меня варятся грибочки. Видите? Ммм, какой запах. Вы себе даже представить не можете. Все, здесь я уже приготовила фарш. Паприку. В общем, сейчас буду ее фаршировать. Складывать сюда в казанчик. Все залью водой потом. Не знаю, может быть, упаковочку сливок вылью. Может быть, нет. Не знаю еще, короче. Иногда делаю так. Иногда делаю со сливками. Иногда делаю без сливок. В общем, не знаю. Может быть, вылью. В общем, сейчас перееду на эту сторону стола. В общем, я специально сделала фарш. Весь. В общем, тут килограмм у меня фарша. В общем, смотрите. Вот так вот. Я просто его сейчас нафарширую. Все. И вот так сверху просто буду ставить. Почему? Весь фарш сделала я потом с остаточного фарша. Ну, то, что останется, сделаю тевтельки просто. Ой. Блин, эти очки меня заколебали. Они у меня постоянно вот так падают. Соня дала фарш. Забыла ей свежего дать. Дала ей с рисом. Ну, как свежего. Сырого. Ну, как. Короче, без риса, без лука. Дала ей с рисом. Ну, с луком сказала, что если что, ну, рис сырой у меня. Рис я не отвариваю. Я сырой ложу рис. Сказала ей, Соня, если что, рис выберешь. Ну, она не выбрала, она все скушла. Соня, тебе еще дать чуть-чуть? Соня, я тебе много не хочу такого давать. На. Чуть-чуть. Больше не дам. В общем, у меня были еще комментарии. Почему я в Германии, а моя сестренка, да, живет в России. Я не в Германии. Друзья, кто меня давно смотрит, я же русская. У меня муж немец, поэтому я из-за мужа живу в Германии. А так как у меня, ну, так как я русская, у меня моих родственников здесь никого нет. Поэтому моя сестренка живет в России. Все я сделала, я вам потом покажу. В общем, я сейчас еще накручу вот такие вот шарики, просто такие тевтельки. И все тоже сюда же отправлю. Еще был вопрос. Многодетная или я мама? Друзья, у меня трое детей. Многодетная это мама или немногодетная? Считайте сами. Но дети у меня уже большие, дочка замужем. У меня уже двое внуков. Ну, те, кто меня недавно начал смотреть. Я в каких-то видео даже... Ну, внуки мелькают. Редко, но мелькают. Все, сейчас вот накручу. Сын тоже уже взрослый, 28 лет. Собрение уже будет в этом году, не в этом году, на следующий год, в январе месяце будет 18. Она все бедная мучается, планирует. Как же ей справить на свои 18 лет? Здесь говорят, ну, по-немецки, типа, перекатиться. Это начинают праздновать. Ну, к 12 часам. Ну, типа, как Новый год, знаете. И вот она все правила. Ягут и радуйся. А то отпразднуешь. Сейчас закроют себе какую-то карантин. И будешь праздновать дома. В кругу семьи. Мама, папа. И ты. Что дети у меня уже большие. И внуки уже большие. Уже Софики. Семь лет в этом году исполнилось. И Пауле уже исполнилось. Три годика в этом году. Все. Сделала шарики. Что-то у меня тут один. Ну, ладно. Один у меня будет маленький. Закину его. Все. Сейчас это все залью водой. Баночку сливок туда. Былью. И оставлю. Тушиться до готовности. Как рис будет готов, значит и паприка ваша готова. Да, Соня? Пять все съела. Вместе с сырым рисом. Да, Соня? Что ты трясешься? У нас дома, блин, тепло. Просто камин надо чистить. Я еще не чистила. Соня, я не успеваю. Соня, я потом, когда кушать приготовлю, тебе каминчик почищу. И зажгу каминчик. Хотя... Ну, зажгу каминчик тебе потом. Иди на подушечки полеши. Ужас. Прям трясется она вся. Вот все, смотрите, я залила водичкой. Паприка большая, поэтому где-то минут пятьдесят или даже час буду тушить. Грибочки мои сейчас уже сварятся. Осталось буквально две минуты. Сейчас как паприка закипит, поставлю себе на час тоже время. Минут пятьдесят... Не, на час поставлю. Все. Сейчас уже грибочки сварятся. Ну, две минутки осталось. И быстро их замаринуем. Их можно горячими замариновать. И будем ждать, когда паприка приготовится. Все, сейчас будем делать. Давайте я вам, наверное, камеру сюда переключу на грибочки. В общем, на соль я попробовала, на соль у меня нормально. В общем, друзья, я положила три ложки растительного масла, вот такого обыкновенного. И положила две столовые ложки вот такого уксуса. Девяти процентного. Все. Но пробуйте каждый сам, потому что этот, в общем, рецепт... В общем, грибы готовы. Теперь им только нужно настояться. До завтра. У нас они настоятся только до сегодняшнего вечера. Вкусно. У нас этот процесс быстрее происходит. Так, здесь у меня уже паприка закипела. Так, убавим. Поставим на час. Все. У нас этот процесс происходит быстрее, но завтра утро, ну, или завтра в обед, они будут самотой. Они так промаринуются внутри. И грибочки будут такие кисленькие. В общем, короче, маринованные грибочки очень вкусно. У меня так, у нас, мама так всегда готовила такие грибы, мы их просто-напросто облажали. Но пробуйте, потому что на вкус и цвет товарища нет. Чтобы вы себе, ну, сильно много уксуса не положили. Положили ложечку в столовую, попробую. Вторую ложку в столовую положили, опять попробовали. В общем, у меня здесь за килограмм грибов и где-то полтора литра воды. И варила я их 40 минут. Все, две столовые ложки уксуса и три столовые ложки растительного масла. Все. Столик по вкусу. Паприка моя варится. Все, грибочки оставим настаиваться. Под крышечкой. Добавила я вот такую еще упаковочку сливок сюда. Все, сейчас немножечко так помешаю. Все, закрою крышечку. Что-то у меня плохо кипит, надо прибавить. Все, я оставлю тушиться до готовности. Все, смотрите, здесь грибочки настаиваются. Кстати, я добавила немножечко еще перца горошком туда, черного. Сонечка пришла. Что, Соня, на улицу? Сабринан, пакет надо убрать отсюда с кухни. Вам показала, бросила здесь на стол. Что, Соня, на улицу? Куда, Сонечка, пойдет? На улицу? Пойдем? На улицу, что ты, моя лапочка, так на меня смотришь. Ты моя хорошая. Ты моя золотая. Чего? На улице? Гулять? Да. Сонечка долго сейчас по холоду не гуляет. На улице все равно прохладненько. Она быстро свои дела делает. И быстренько идет домой. Да, Сонька? Пошли гулять. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Сейчас я от своих девочек отключусь, мальчиков, и мы с тобой гулять пойдем. Сонечка. Сонечка.